Как известно, вода источник жизни. Еще с древних времен важнейшим условием заселения территории был доступ к водоемам. Именно с реки началась жизнь города Луганска, она же дала ему название. Слово Лугань состоит из двух корней. У корня луг несколько значений. Залитый лес, а также золотой или сияющий, ведь разработки месторождений золота в наших краях вели еще скифы. Второй корень можно перевести как вода, река или верховный бог, так как рекам, дарующим урожай и жизнь, поклонялись как богам. При своей длине в 200 километров река была замечена императрицей Екатерины в Петербурге и по ее указу началась закладка литейного завода на реке Лугань. С этим событием закончился экологически чистый период реки. На фотографиях запечатлено расширение Луганского паровозостроительного завода. Все работы выполнялись вручную, как и при строительстве 100-метровой плотины для снабжения водой чугуна литейного завода. В 60-е для защиты города от паводков проводились масштабные работы по расчистке русла реки Лугани и в рамках этих работ на месте старого моста была построена добротная плотина. Ее затворы постоянно находились в опущенном состоянии, из-за чего дно Лугани поднялось на 1,5-2 метра и жители вновь столкнулись с проблемой подтоплений. Неоднократно проводились строительные работы, связанные с мостами. Трехпролетный мост Усада 1-го мая был разрушен во время Второй мировой войны. В 1949 году он был восстановлен, но недостаточная грузоподъемность привела к строительству нового железобетонного моста. К 1959 году старый был разобран, и теперь о нем напоминают только довоенные фотографии. Трудно поверить, но по Лугани когда-то ходили пароходы. Сейчас об этом напоминает только полуразрушенный причал в районе парка 1-го мая. За более чем 200 лет истории города появился не один десяток предприятий, сбрасывающих отработанную промышленную воду в реку. Так жизнь началась с появлением завода? Или он стал началом конца? Город заполнился людьми, но они своими действиями истребили реку, которая дала ему жизнь. Уже давно стоит необходимость почистить русло реки. Деньги обещали выделить к 2008 году, но они в областной бюджет. Так и не поступили. Редактор субтитров А.Семкин